Ночные дайверы, что самое жуткое вы находили под водой? Я ношу контактные линзы, поэтому попадание воды в маску очень плохо, так как я просто не могу открыть глаза под водой. Вскоре после того, как мне рассказали об акуле, которая столкнулась с моим другом сзади и стянула с него маску, я очень испугался этого случая. Не акул в целом. И однажды я увидел акулу, направляющуюся ко мне. Акулы любопытные, они часто толкают вас, когда поворачиваются в последнюю секунду. Но эта акула не меняла курса. Я оставался спокойным и неподвижным, насколько мог. И в последнюю секунду перед тем, как она ударила саму маску, я пригнулся. Только вместо того, чтобы нырнуть, я просто ударил ее головой прямо в нос. Все видели это и думают, что это была самая смешная вещь на свете. Возможно, я был единственным живым человеком, который ударил 11-футовую акулу в нос. Но это было потому, что я боялся, что она снимет мою маску. Ночной дайвинг невероятно жуткое дело. Вы не понимаете, насколько океан темный, пока не окажетесь в нем. Нырок до глубины 160 футов в голубой дыре Динса на Багамах. Именно здесь устанавливаются многие мировые рекорды по фридайвингу. Очень хорошее место для таких дел, погуглите картинки. В любом случае, я никогда не занимался фридайвингом глубже 100 футов. Но это было идеальное место для этого. Нет течения, есть веревки, которые удерживают вас прямо и позволяют немного подтянуться вверх. Страшно то, что примерно после 60 футов вы буквально теряете способность плавать, так что вы в основном висите на веревке, ничего не делая и используя очень мало воздуха. Когда я нырял туда, я был немного ошеломлен, чувствовал себя хорошо и считал линии, отмечающие глубину. Внезапно я почувствовал давление, как будто моя трахея вот-вот взорвется. И я очнулся и понял, что посчитал до линии, которая составляет около 160 футов или около того. Это был очень страшный момент, потому что я не был уверен, сможет ли мое тело выдержать глубину, или я зашел слишком далеко и мне не хватит воздуха, чтобы подняться. Что является гораздо более медленным и более интенсивным процессом, для которого нужно гораздо больше кислорода. Однажды меня постигла кессонная болезнь. Я был осторожен, следил за своими графиками и показателями, имел соответствующую глубину и время на поверхности, но я не пил достаточно воды, так что все прошло нехорошо. Я чувствовал себя прекрасно, пока не вернулся домой. Меня преследовала умеренная головная боль, потом я проснулся и у меня была простая боль в левой руке, локти, пальцы. Затем их нельзя было даже не согнуть без сильной боли. Моя головная боль стала ужасно сильной и у меня кружилась голова. Я позвонил своему старшему, более опытному товарищу по дайвингу и меня срочно доставили в больницу. Доктора подключили меня к жидкости, проверили мои журналы погружений, пока была установлена декомпрессионная камера. А потом меня отправили туда с медсестрой. Я провел 8 часов в трубе длиной с машину, но шириной с двуспальную кровать. Я был на кислороде и меня подключили к капельнице, и это было так громко от того, как весь воздух хлынул внутрь. Как только я дошел до глубины, боль исчезла. Это было просто безумие. Очевидно, сейчас я в порядке. Но мне не разрешали нырять в течение месяца, и это было отстойно. Погружение – крутая вещь. Погружение за день до урагана на небольшом южно-тихоокеанском острове. В какой-то момент за мою руку обвилась черная-белая морская змея. Она была ядовитой. По-видимому, это случается время от времени перед сильными штормами. Они могут чувствовать это и искать предметы, направляющиеся к берегу, чтобы им не приходилось прилагать столько усилий, чтобы самим выбраться из моря. Как только я оказался на мелководье, она развернулась и направилась к пляжу, где спряталась под деревом. Я думал, что змея в море насмерть укусит меня. Оказывается, я был всего лишь такси для очень спокойной, но довольно смертоносной рептилии. Вот и моя история. Я нырял в местном пруду с группой гораздо более продвинутых дайверов, чем я, пещерных дайверов. У них в то время был только продвинутый уровень сертификации. Я вел погружение, чтобы привыкнуть к давлению и обязанностям руководителя процессии. Они меня наставляли. Это была мутная техасская лужа, видимость не более 10 футов. Не слишком глубокая, может быть 25 футов. Ужасная видимость не позволяет ориентироваться по компасу. Им исследовали линии, веревки, проложенные другими дайверами. Эти линии идут от одного затонувшего предмета к другому. Итак, я знал, что собирался столкнуться с небольшой затонувшей лодкой. Не помню в какую, ведь было несколько похожих подряд в одинаковом состоянии разложения. Итак, я шел первый в группе, подобрался к лодке и увидел чей-то черный армейский сапог, торчащий изнутри лодки. Любопытно то, что он выглядел совершенно новым, в отличие от предметов, которые можно найти внизу. Мне было трудно видеть, в воде было слишком много грязи. Итак, я прикоснулся к ботинку, думая, что он был сам по себе. Но он не поднялся, как будто он был прикреплен к чему-то тяжелому. Я просунул руку дальше и нащупал ногу, штаны, ляжку и увидел вторую ногу. Ужас с большой буквы, не правда ли? Я обернулся и показал знак экстренного случая группе позади меня. У всех появилось кислое выражение лица, ведь никто не хотел всплывать на поверхность. Но есть правило, если один говорит вверх, остальные в группе должны прервать погружение без вопросов. Они хотели, чтобы я объяснил знаками, почему, но какой дайверский знак может обозначать труп? Я чувствовал, что буквально бросился к поверхности, даже пытаясь сохранять спокойствие и не торопиться. Итак, мы оказались на поверхности озера. У меня был прилив адреналина, я буквально не мог дышать. Я сказал им, что там внизу было тело. Затем я увидел, как у всех закатываются глаза, как только они увидели, что я серьезно. Веселая компания, правда? Итак, подробно описал увиденное. Мы спустились вниз, я больше не вел, и мы провели групповой поиск по той веревке. Но как только мы его обнаружили, мы не знали, идти ли нам вперед или назад, так как на линии есть несколько лодок, и кто знает, в каком месте находится тело, и как далеко мы дрейфовали, обсуждая это на поверхности. Что ж, мы нашли все лодки, прежде чем найти ту самую. Наш лидер заплыл в каюту лодки, и мы ждали его. Я бы сказал, что в тот момент он был довольно храбрым, он вошел туда сразу. Затем он выплыл из облака грязи и приказал всем нам всплыть. Итак, мы собрали всю информацию и того, что мы узнали позже. Оказалось, что полиция и какое-то другое агентство в тот же день прошла тренинг по восстановлению тела в том же озере. Когда они пошли на обед, они запихнули свою полностью одетую и анатомически правильную резиновую куклу в одну из затонувших лодок на несколько часов для сохранности. Что ж, в тот день я чуть не поймал инфаркт. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я опащу все самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. Во время подводного плавания с аквалангом мы всей группой спасали захлебнувшегося человека. У него случился эпилептический припадок на глубине 85 футов в черной, как смоль-пещере, в которой нырял и я. Я плыл над группой и просто смотрел, как двигаются их фонарики. И вдруг я заметил, что один фонарик не двигается. Я поплыл и встретил другого дайвера без регулятора в арту с открытыми глазами на коленях. Его напарник был рядом с ними, в полном шоке от происходящего и не помогал ему вообще. 15 лет занятий дайвингом и инструкторских тренировок для меня стали всем, о чем я мог думать. Я думал, что его регулятор только что потерялся, поэтому я вытащил свой и протянул ей, но внезапно я заметил, что мысленно она уже не с нами. Я засунул свой второй регулятор себе в рот и попытался засунуть свой первый регулятор в его рот, но его зубы были сильно стиснуты. Затем я нажал кнопку продувки, чтобы с силой влить ему в рот воздух и заметил, что его щеки двигаются, поэтому я был уверен, что воздух туда попал. Для меня этого было достаточно. Я схватил его подмышку и заставил регулятор подавать кислород ему в рот и направился к отверстию пещеры, а затем поднялся на 60 футов, чтобы вытащить его на поверхность. На поверхности я сделал все, чему я был обучен. Надул спасательный жилет, сбросил свои веса, положил его на спину и начал буксировку на сушу. Когда я отбуксировал его, он начал выплевывать всю воду, которую проглотил и вдохнул. Казалось, из него выходят галлоны в воды. Я заставил его сойти на сушу, где другие дайверы помогли мне снять все его снаряжение. Он дышал нормально и был жив, но какое-то время находился в шоке и медленно приходил в себя, как будто ничего не произошло. Нам очень повезло, что мы пробыли всего 10 минут в погружении, иначе мы бы провели время в барокамере. Самое безумное, что он никому не сказал, что у него эпилепсия. И когда мы позже рассмотрели его форму согласия, он отметил «нет» в графе с эпилепсией и рисковал собой, когда выплывал наружу. Но если я снова столкнусь с этой ситуацией, я без колебаний спасу чью-то жизнь. Не моя история, а моего папа. Он как раз рассказывал мне об этом вчера вечером. Для получения сертификата дайвинга ему нужно было совершить три погружения в открытой воде. Во время второго теста, помните, что это всего лишь второй раз, когда он нырял с аквалангом в открытой воде. Случился сильный шторм, поэтому вода у побережья Нью-Джерси была черной, как смоль, даже днем. Они вообще ничего не видели, даже руки инструктора, ведущего его ко дну. Он не чувствовал дна, пока не ударился об него лицом. Чтобы завершить испытание, им нужно было добраться до дна океана, снять маски и очистить его, выдыхая весь воздух, затем снова надеть маски и вернуться на поверхность. Он отлично справился с испытанием, и все они поднялись на поверхность. В какой-то момент он осознал, что не может понять, в каком направлении вверх, но когда все они, наконец, достигли поверхности, огромный корабль двигался прямо на них. Инструктор крикнул «Плыви!», и всем им пришлось удирать, чтобы уклониться от корабля. Папу в итоге ударило о борт корабля, но в остальном все было в порядке. Я просто не могу представить, как вылезу из черной, как смоль, бездны, чтобы столкнуться лицом к лицу с огромным кораблем, готовым переехать тебя. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, то обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Народ, давайте попробуем набрать на этом видео 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков, я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю, ну и, как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok